Черт подери, ты меня снова обставил, Пижама Мэн. Как же это могло случиться? Да, доктор Сажа, твои нечестивые силы загрязнения в очередной раз были побеждены силами добра и чистоты всего самого и самого светлого! Пижама Мэном! Другом всего доброго и противником любого зла! Пижама Мэн! Вот это да! Это был просто зажигательный эпизод! Пижама Мэн был просто великолепен! Ну ладно, пора выключить телевизор! Оставайтесь настроенными на самые последние новости! Фаны Пижама Мэна могут встретиться с Пижама Мэном лично! Только сегодня Пижама Мэн будет раздавать свои автографы в ближайшем к вам супермаркете! Я смогу встретиться с Пижама Мэном и получить от него автограф! Ух ты! Нам по телевизору сказали, что Пижама Мэн в супермаркете и то, что он будет раздавать автографы! Так что если мы поедем туда, то сможем их получить! Так может мы поедем? На! На! Хорошо, успокойся немного, Сэм! Думаю, что мне самой стоит купить некоторые вещи в супермаркете! Почему бы тебе не подняться наверх и не взять то, на чём бы смог расписаться твой герой? Я же составлю мой список покупок! О боже, спасибо, мамуля! Я знаю, что автограф это когда кто-то расписывается, но если мне удастся встретиться с Пижама Мэном, то мне нужно найти что-то, на чём бы он смог расписаться! Ооо, я точно знаю, что это должно быть! Ой-ой-ой! Думаю, что я тут немного намусорил! Думаю, что большинство из этого мне стоит выбросить! Ммм, может быть позже? Я хочу, чтобы Пижама Мэн расписался на моём любимом комиксе! Моим коллекционным первым выпуском Пижама Мэна! Который... Я не могу найти! О, нет! Мой столь любимый редкий коллекционный выпуск Пижама Мэна номер один пропал! Мой любимый комикс исчез! А вот и он! Кто-то плохой утащил мой комикс в кучу этого вонючего мусора! Я не знаю, какие злобные силы поработали здесь, но мне необходимо срочно вернуть мой комикс! И я знаю, для кого это работа! Это работа для Пижама Сэма! Всё, что мне нужно, это моя накидка! О, боже мой! Мне лучше продолжить свои поиски! Ура! Я нашёл свою накидку! А теперь вперёд на поиски моего комикса! Берегитесь, злодеи и похитители моих вещей! Идёт Пижама Сэм! Та-да! Привет, маленький носок! Меня зовут Сэм! Привет, Сэм! Почему такой грустный? Всё в порядке? Ну теперь, когда ты об этом спросил... Нет, не всё! Что случилось? Я могу тебе в чём-то помочь? Это очень грустная ситуация! Я думаю, что лучший способ объяснить её будет это! Вот! ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь ты понимаешь, каково мне? Думаю, что да. Ты такой грустный, потому что ты не можешь встретиться с другим носком из-за того, что ты грязный, а другой носок чистый. Верно, ты уже начал думать как носок. Нам одежде становится очень грустно, когда мы не можем найти себе пары. А вот шляпы обычно не идут в парах. Это именно потому, почему ты и не видел счастливых шляп. Ах, ну почему бы тебе тогда не пойти со мной? Может быть я помогу тебе объединиться с другим носком? Ты это серьёзно говоришь? Пижама Сэм приступил к своим обязанностям. Я потерял что-то, о чём должен был заботиться. Мой комикс про пижамамена. Я видел комикс. Старый наполовину съеденный сырный сэндвич прошёл мимо меня совсем недавно. Он нёс в руках комикс. Он сказал, что кто-то по имени Доктор Сажа раздаёт свои автографы в супермаркете Граби Корнерс. И он хотел получить его автограф на этом комиксе. Боже мой, мне нужно срочно его найти! Если Доктор Сажа прикоснётся к нему, то он станет грязным навсегда! Пойдём, маленький носок, я должен отыскать супермаркет Граби Корнерс! Сэм, ты станешь моим другом? Очень одиноко быть единственным носком, если у тебя нет друга. Конечно же, маленький носок, я буду твоим другом. Я постараюсь найти способ подобрать тебе подходящую пару, достаточно чистую, чтобы вы смогли быть вместе. О, это будет просто замечательно! Спасибо тебе большое! Обычная ежедневная работёнка для супергероя. Эй, одна из моих карточек пижамамена, мне лучше взять их сабот. Ну что, тебе удалось найти способ очистить моего друга? Пока что нет, но я работаю над этим. Ещё одна карточка! А вот и ещё одна карточка! Господи, кто-то забыл съесть их плоды! У неё очень тяжёлая рукоятка, намного тяжелее, чем у всех остальных ложек. У неё очень тяжёлая рукоятка! Эй, а вот и йо-йо! Я могу использовать новое йо-йо! Хм, тут что-то застряло, может быть мне попробовать очистить здесь? Ой-йо-й, ну по крайней мере у меня есть половинка йо-йо! Очень плохо, что это не та половинка, которая крутится. Ладно, всё равно надо захоронить эту верёвку. Думаю, что она может мне пригодиться попозже. Никогда не знаю, что тебе предстоит пережить в экстренный момент. Привет, я Сэм! Ой, посмотрите! Какой хороший молодой человек! Я бабушка Свитер. Я уже почти что закончила с этим выпуском еженедельника по вязанию. И ты можешь его взять. Нет, спасибо, я не умею вязать. Ты не умеешь вязать? Как мне стыдно! В старые добрые времена каждый человек любил вязать. Здравствуйте! Привет! 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 Меня зовут Сэм, а вас как зовут? Привет! 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 У тебя есть пряжа, из которой я могла бы тебе что-нибудь пошить? Мне очень жаль, но у меня нет никакой пряжи. Фу! Фу! Вы, должно быть, просто обожаете шить? Молодой человек, когда вы доживёте до моего возраста, то вы будете использовать только эти три вещи. Конфеты, яблочное пюре, кресло-качалка и канаста. Но это же четыре вещи! Ну, тогда я просто выкину канасту. Ах, если бы я только смогла вернуться в старые добрые времена, когда всё было чистым и пряжа стоила всего пенни за тонну. Вы что, не можете ничего другого сказать? Привет! 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 Знаете, мне кажется, что с этой одеждой что-то не так. Эй, смотрите, ещё одна карточка! Меня зовут Сэм, а вас как зовут? Привет! 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 О, карточка пижамамена! О, карточка пижамамена! О, карточка пижамамена! О, карточка пижамена! В этой сумке очень много орешков. Я думаю, что никто не заметит, если один из них пропадёт. О, карточка пижамена! А, орешек! Никем не понят и орешек! Эти светлячки просто загляденья! Они светятся подобно ночным огонькам! За светлячками очень весело наблюдать Может быть это из-за того, что их очень легко увидеть Настоящее сияние в ночи Эти светлячки напоминают мне свечи на Рождество Кроме того, что они летают повсюду Посмотрите на полке этого шкафчика Наверх еще очень долго добираться Думаю, что мне стоит начинать забираться Я выхожу в мир Эта сияющая чистотой банка пригодится мне, чтобы хранить разные вещи У нее есть крышка и все, что мне нужно Эй, смотрите, еще одна карточка Посмотрите на полке этого шкафчика Наверх еще... Посмотрите на полке этого шкафчика Наверх еще очень долго добираться Думаю, что мне стоит начинать забираться Они называют меня карабкающимся на шкаф Перейди на следующую полку Посмотрите на полке этого шкафчика Наверх еще очень долго добираться Думаю, что мне стоит начинать забираться Еще одна карточка Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты, гласно! Это ваш кран? Ну, думаю, что я им управляю, но не думаю, что они позволят мне его забрать домой. Ой! Да, босс придерживается политики не давать нам ничего в долг, что сможет завалить его дом. А для чего используется этот кран? На самом деле я использую его, чтобы расчищать эту свалку. Но один из управляющих рычагов поломался, и я его потерял. Я лишь могу передвигать свой кран сюда. И вот сюда. Но без пропавшего рычага я не смогу поднимать груз, поэтому здесь такая свалка. Я посмотрю, может найду что-то, что мы сможем использовать в качестве рычага. Огромное спасибо! Чем быстрее я смогу починить кран, тем быстрее можно будет попить кофе. У-у-у, карточка пижамамена! Эй, это озеро выглядит как большая стиральная машина. Интересно, оно всегда такое пустое? Интересно, что бы было, если бы я удалил весь этот мусор, который блокирует пену от доступа в озеро? Мыльная вода не сможет пройти через эти дебри! Мыльная вода не сможет пройти через эти дебри! Посмотрите на полки этого шкафчика! Наверх еще очень долго добираться! Думаю, что мне стоит начинать забираться! Не смотри вниз, Сэм! Яй! Посмотрите на полки этого шкафчика! Наверх еще очень долго добираться! Думаю, что мне стоит начинать забираться! Надеюсь, мама не видит меня, как я лажу по мебели! Я лазающий дурак! Нет, мне удалось забраться наверх! Отсюда просто отличный вид на дно аквариума! Я не думаю, что здесь так высоко, насколько может подняться лестница! Этот пожарный грузовик намного круче коричневой машины моего отца! Эта сетка для рыб может стать полезной, если понадобится ловить кого-то меньше меня размера! А вот и еще одна карточка! Эй, а вот и губка! Ты выглядишь очень странно! Это все потому, что я губка! Именно так я и подумал! Ты очень умный паренек! Я пижама Сэм! А я губка! Я губка! Я знаю! Боже, а ты умная! Я не думаю, что смогу подцепить это сетью! Теперь это просто глупо! Это совсем не то, что я смогу положить в свою банку! Это совсем не то, что я смогу положить в свою банку! Это моя коллекция карточек пижамамена! Это можно не забыть! Это мой взгляд! Весь там был в твоем банке! Я добавлюсь! Я не знаю! Но я не знаю, что я могу показать! Хотя это не значит, что я должен мыть твою одежду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Побуля говорит, что ей необходима пряжа. Эта верёвка для её не подойдёт. Я точно уверена, что всё это не сработает. Продолжение следует... Но это же четыре вещи. Ну тогда я просто выкину канасту. Ах, если бы я только смогла вернуться в старые добрые времена, когда всё было чистым и пряжа стоила всего пенни за тонну. Эй, мне всё ещё здесь будет нужна помощь рычага. Хорошо, поищу его. Я не смогу убрать всю эту свалку, пока не найду замену рычага. Было бы просто здорово, если бы мне удалось провести эту мыльную воду в это озеро, похожую на стиральную машину. Мыло и стирка идут вместе, как и ореховый хлеб с джемом. Хотя не так хлопотно. Я не могу пойти в ту сторону, это очень большой тёст. Не будет хорошим вариантом расположить рычаг в банку до тех пор, пока её крышка не будет продырявлена. Им нужны дырочки, чтобы они могли дышать. У меня уже есть орех, и я уверен, что все остальные от твоего не отличаются. Я не могу здесь это использовать. Я не думаю, что смогу подцепить это сетью. Я не думаю, что смогу подцепить это сетью. От этого мне не будет хорошо. Я не думаю, что смогу подцепить это сетью. Я не думаю, что это мне в чём-то поможет. Запись. Стоп! Здесь написано. Добро пожаловать в Граби Корнерс. Должно быть, надо идти сюда. Простите меня, а до которого часа открыт ваш супермаркет? Мой комикс находится внутри, и я хочу собрать его назад. Этот супермаркет? Он открыт круглые сутки, 24 часа в день. Это очень удобно. Да, но у нас здесь есть особый свод правил. Нет рубашки, нет ботинок, нет носков. И нет обслуживания. Понятно? Нет рубашки? Да, нет рубашки. У тебя нет рубашки, поэтому тебя не будут обслуживать. Ты не сможешь пройти в супермаркет до тех пор, пока не найдёшь рубашки. Но я одет в пижаму. Разве этого недостаточно? У нас очень специфичные правила. Требуются только рубашки. Не так быстро, парнишка. Ты знаешь наши правила? Какие ещё правила? Незнание правил не нуждается в извинениях. Теперь я смогу рассказывать о наших правилах. У нас существует очень ограниченное правило по одежде. Если нет рубашки, ботинок и носков, то тебя не обслужат. Ты это понял? Что понял? Чёртовы пыльные кролики обитают здесь до того времени, пока я всех их не переловалю. У-у-у-у, карточка пижамамэна. Эй, смотрите, ещё одна карточка. Чёртовы пыльные кролики обитают здесь до того времени, пока я всех их не переловалю. Девушки отдыхают. Как делишки? Меня зовут Сэм. А меня именует счастливый фермер. Милый денёк, не правда ли? Думаю, что так. Он намного лучше прочих дней. И это просто отречный день для моей книги. Иногда здесь идёт дождь. Эти дни тоже хороши по-своему. В такие дни я должен обернуть книжку, но дожди всё равно хороши. Дождь идеален для моих саженцев. А какие сорта ты выращиваешь? Спакетики и палочки. Видишь ли, у меня не очень много места. Но и это хорошо. Мне не приходится слишком долго пропалывать поле. Затем я перешёл на разведение этих кроликов. Они такие милые. А что это за порода кроликов? Это пыльные кролики. Мне очень весело их разводить, а после того, как они вырастают, я получаю прибыль. Раз в неделю я должен их остригать так, чтобы можно было продать их шерсть. Но это мне удаётся, если я их поймаю. Было бы неплохо славить их. Эй, маленький кролик! Эти кролики на самом деле пугливые. Маленький кролик! Думаю, что они не захотят подойти сюда. Эй, маленький кролик! Эти кролики на самом деле пугливые. Я думал, что достать пряжу окажется трудным делом. Но всё вышло достаточно просто. Шерсть идёт с одной стороны, а с другой выходит уже пряжа. Это так же легко, как и упасть в бревна. И очень весело! Эту часть пряжи изготовляет машина. Фермеру нужно это. Я думал, что достать пряжу окажется трудным делом. Но всё вышло достаточно просто. Шерсть идёт с одной стороны, а с другой выходит уже пряжа. Это так же легко, как и упасть в бревна. И очень весело! А вот и ещё одна карточка. И очень весело! Гляди сюда, все остальные кролики следуют за ним. Ух ты, должно быть мне удалось схватить самого главного кролика. Ага, ты отлично справился. А теперь давай приготовим этих кроликов для стрижки. Субтитры сделал DimaTorzok Ммм, шерсть все еще такая пушистая. Вот эта пряжа пыльных кроликов для тебя. Я думаю, что ты обрадуешься тому, что я тебе ее дарю за то, что ты помог мне с кроликами. Похоже, что тебе пора их подстригать. Я думаю, что в следующий раз, когда я буду их подстригать, моя лошадь Джинджер лизнет меня. Лошади любят лизать меня по непонятным мне причинам. Интересно, почему? По крайней мере, после этого мне не надо принимать ванну. Я думал, что достать пряжу окажется трудным делом, но все вышло достаточно просто. Шерсть идет с одной стороны, а с другой выходит уже пряжа. Это так же легко, как и упасть с бревна. И очень весело. Продолжение следует... Вот вам немного пряжи. Это зайчья пряжа. Ооо, это самое лучшее, что можно было пожелать. Она мягкая и шелковистая, поэтому я смогу связать очень быстро. Я свяжу для тебя хорошую рубашку. Примерь-ка. Ну как? Я думаю, что я должна оставить хотя бы одно отверстие для шеи. О боже, и думаю, что это подойдет тебе по размеру. Но все же она очень хорошая... Ммм... Рубашка. Мне очень жаль, молодой человек. Если бы у меня была выкройка для работы, я бы связала для тебя отличную рубашку. Я достану выкройку, чтобы вы смогли работать. Это должна быть какая-то определенная выкройка? Нет, она просто должна показывать определенный размер и форму. Конечно же. Боже, я думаю, что эта сетка нужна, чтобы ловить нечто большее. Светлячки не будут в ней застревать. Я не хочу неприятностей на свою голову. Это совсем не то, что я смогу положить в свою банку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я не думаю, что смогу подцепить это сетью. Какое странное болото! Оно выглядит так, как будто кто-то разлил здесь свою содовую. Может быть, я смогу обойти его? Фу, здесь так липко и противно Это разлитая содовая настоящая проблема Здесь очень липко для меня, чтобы перебраться От этого мне не будет хорошо Это совсем не то, что я смогу положить в свою банку Я не думаю, что смогу подцепить это сетью Я не хочу неприятностей на свою голову Я не думаю, что это мне в чем-то поможет Я не думаю, что смогу подцепить это сетью Это совсем не то, что я смогу положить в свою банку Ага! Стой, где стоишь Ты что, не слышал про наши правила? Если нет рубашки, ботинок и носков, то тебя не обслужат, верно? Верно Знаешь, что означают эти правила? Думаю, что я знаю Я не смогу пройти, пока не надену на себя всю эту одежду Умный мальчик, теперь ты знаешь, что тебе делать Теперь это просто глупо! Это не будет очень мило Думаю, что на тебе осталось немного шерсти Да, все в порядке Теперь я знаю, как мне стричь кроликов Так что я смогу продать их шерсть Спасибо тебе огромное за то, что ты поднял мой бизнес Теперь я буду подстригать их каждую неделю И уже за несколько лет я заработаю сотни долларов Разве нет более легкого способа, чтобы разбогатеть? Есть, но данные способы не включают в себя пушистых кроликов Они такие маленькие после всей этой стрижки Они такие маленькие Я не думаю, что смогу подцепить это сетью Здесь должно быть что-то, чтобы я смог использовать как лодку Интересно, смогу ли я из чего-то сделать себе лодку Я не смогу перебраться через это болото пешком Мне нужна лодка Интересно, смогу ли я из чего-то сделать себе лодку Я не смогу перебраться через это болото пешком Мне нужна лодка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это груда мусора блокирует проход для мыльной воды Если я вычищу проход, возможно, вода сможет поступать в озеро Это очень большая свалка мусора Ух ты! Я не думаю, что смогу подцепить это сетью Я не хочу упасть с этого утеса Я не могу здесь это использовать Маленькие светлячки пролетают через эту сеть Я должен буду словить их чем-то другим Вот это так пожарная машина! А какая блестящая! Какая классная пожарная машинка! Я обожаю пожарки! Вот это так пожарная машина! А какая блестящая! Какая классная пожарная машинка! Я обожаю пожарки! Я точно уверен, что все это не сработает Этот пожарный грузовик намного круче коричневой машины моего отца Привет, Губка! О, привет, Сэм! У тебя есть немного плесени, чтобы я ее съела? Нет, мне очень жаль, у меня нет У меня нет даже сырного сэндвича Если ты найдешь немного, ты ведь вернешься ко мне Я так обожаю плесень! Нет проблем! От этого мне не будет хорошо Теперь это просто глупо Я не могу здесь это использовать А вот такая мелодия камера еще раз Это не поможет очистить носок. Я не думаю, что смогу подцепить это сетью. Я не хочу неприятностей на свою голову. Здесь должно быть что-то, чтобы я смог использовать как лодку. Интересно, смогу ли я из чего-то сделать себе лодку? Я не смогу перебраться через это болото пешком. Мне нужна лодка. Может быть, если я подберусь к нему поближе, то смогу положить свои горячие ручонки на его ледяную поверхность. Я не думаю, что это мне в чем-то поможет. Здесь должно быть что-то, чтобы я смог использовать как лодку. Пустая скорлупка от орехов будет отличной лодкой. Только вот плохо, что этот орех все еще цел. Это не будет очень мило. Я точно уверен, что все это не сработает. Мне нужно найти способ, как открыть этот орех. Интересно, смогу ли я из чего-то сделать себе лодку? Я думал, что достать пряжу окажется трудным делом. Но все вышло достаточно просто. Шерсть идет с одной стороны, а с другой выходит уже пряжа. Это так же легко, как и упасть с бревна. И очень весело. Теперь это просто глупо. Я не хочу неприятностей на свою голову. Эти кролики достаточно милые после того, как их подстрижешь. Это уж точно маленькие чертенята. И вот так же. Я не хочу... Я не хочу... Я не хочу... Субтитры сделал DimaTorzok Это не будет очень мило Эй, мне всё ещё здесь будет нужна помощь рычага Хорошо, поищу его Я не смогу убрать всю эту свалку, пока не найду замену рычага Я думаю, что отсюда был бы очень красивый вид, если бы эта куча мусора не портила весь вид Субтитры сделал DimaTorzok Какая классная пожарная машинка! Я обожаю пожарки! От этого мне не будет хорошо! Я точно уверен, что всё это не сработает Я не думаю, что это мне в чём-то поможет Было бы весело попасть в этот большой водный резервуар, хотя мне надо найти способ пробраться внутрь Вот это так пожарная машина! А какая блестящая! Я не могу подняться по ровной поверхности стекла! Мне нужно найти другой способ попасть в аквариум Я не могу подняться по ровной поверхности стекла! Я скучаю по своему другу Носку. Я уверен, что скучаешь. Я привёл своего друга к тебе. Привет. Сэм, ты не смог бы позаботиться о моём друге до того момента, пока мы не воссоединимся. Как бы я снова хотел оказаться в шкафу для одежды вместе с тобой. Но я не могу, я всё ещё грязный. Я тоже по тебе скучаю. Конечно. Не беспокойся. Мы как-то тебя вымоем, и тогда ты сразу же сможешь вернуться к своему другу. Я не могу здесь это использовать. Теперь это просто глупо. От этого мне не будет хорошо. Пустая скорлупка от ореха будет отличной лодкой. Только вот плохо, что этот орех всё ещё цел. Мне нужно найти способ, как открыть этот орех. Я не думаю, что это мне в чём-то поможет. Я не смогу перебраться через это болото пешком. Мне нужна лодка. Это не будет очень мило. Я не думаю, что смогу подцепить это сетью. Здесь должно быть что-то, чтобы я смог использовать как лодку. Я не могу здесь это использовать. Мне кажется, что я расту. Я как будто стал больше. Добро пожаловать в Граби Корнерс. Стой, где стоишь. Ты что, не слышал про наши правила? Если нет рубашки, ботинок и носков, то тебя не обслужат, верно? Верно. Знаешь, что означают эти правила? Думаю, что я знаю. Я не смогу пройти, пока не надену на себя всю эту одежду. Умный мальчик, теперь ты знаешь, что тебе делать. Я точно уверена, что всё это не сработает. Я не хочу неприятностей на свою голову. Я не могу здесь это использовать. Я точно уверена, что всё это не сработает. Это не будет очень мило. Я думал, что достать пряжу окажется трудным делом. Но всё вышло достаточно просто. Шерсть идёт с одной стороны, а с другой выходит уже пряжа. Это так же легко, как и упасть с бревна. И очень весело. Эти кролики достаточно милые, после того, как их подстрижёшь. Это уж точно маленькие чертенята. Эту часть пряжи изготавливает машина. Фермеру нужно это. Они такие маленькие, после всей этой стрижки. Теперь это просто глупо. Я не хочу неприятностей на свою голову. Добро пожаловать в Граби Корнерс. Добро пожаловать в Граби Корнерс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы, должно быть, просто обожаете вязать. Я была рождена для вязания. У меня есть татуировка, говорящая об этом. Я начинаю вязать, если у меня есть пряжа. Я сшила всю эту одежду. Привет! 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 Ты не мог бы одеть что-то из неё? Простите, но я не думаю, что они подойдут мне по размеру. Тогда, может быть, они подойдут какому-то твоему другу? Я боюсь, что они не смогут подойти и всем моим друзьям. Эта одежда очень странная. Ну, с тех пор, как я просто обожаю вязать, я бы с радостью связала тебе рубашку, если ты принесёшь мне немного пряжи. Конечно же, мне очень нужна рубашка. Спасибо огромное. Немного пряжи и готово. Тогда я просто поищу немного пряжи для вязания. Вы, должно быть, просто обожаете вязать. Я была рождена для вязания. У меня есть татуировка, говорящая об этом. Я начинаю вязать, если у меня есть пряжа. Я сшила всю эту одежду. Привет! 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 Ты не мог бы одеть что-то из неё? Простите, но я не думаю, что они подойдут мне по размеру. Тогда, может быть, они подойдут какому-то твоему другу? Я боюсь, что они не смогут подойти и всем моим друзьям. Эта одежда очень странная. Ну, с тех пор, как я просто обожаю вязать, я бы с радостью связала тебе рубашку, если ты принесёшь мне немного пряжи. Конечно же, мне очень нужна рубашка. Спасибо огромное. Немного пряжи и готово. Тогда я просто поищу немного пряжи для вязания. Вы что, не можете ничего другого сказать? Привет! 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 Знаете, мне кажется, что с этой одеждой что-то не так. Не думаю, что мне удастся освободить это йо-йо. Она застряла. Я не думаю, что это мне в чём-то поможет. Я хочу найти рычаг. Эй, мне всё ещё здесь будет нужна помощь рычага. Хорошо, поищу его. Я не смогу убрать всю эту свалку, пока не найду замену рычага. Оно похоже на большую стиральную машину. Оп, запись. Выберите нужный раздел, чтобы записать вашу игру. Теперь наберите название вашей игры. 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 Игры.